Перед нами монетки Петра, рубль, копеечка, копеечка серебряная и копеечка медная. Сегодня совсем не важно какого года эти монеты, просто как бы вот для иллюстрации того чего мы сегодня будем обсуждать, вот как бы вот самое то. Так скажем, очень часто, доставая из кошелька деньги, чтобы расплатиться за покупку, мы не задумываясь о том, какой математический принцип лежит в основе денежной системы нашей страны. А между тем, так называемый десятичный приступ денежного счета впервые начал использоваться именно в России. В 1697 году в составе Великого посольства Петр I отправился в Западную Европу. Согласно некоторым источникам, Петр Алексеевич встречался с Исаком Ньютоном, который был в те годы смотрителем английского монетного двора и руководил пересеканкой всей английской монеты машинным способом. В 1698 году Петр возвращается в Россию и начинает денежную реформу, которая в целом завершилась в 1704 году, когда появился круглый серебряный рубль и медные копейки. Вот то, что как раз у нас перед глазами и имеется. Однако вот совершенствованием денежной системы царь продолжал заниматься на протяжении всего периода своего правления. К примеру, в 1717 году он посетил Парижский монетный двор. В присутствии российского императора французы отчеканили серебряную медаль, посвященную этому событию. Интересно, что в это время во Франции в самом разгаре был эксперимент Джона Лоу по введению бумажных денег. Существует свидетельство, что Петр приглашал Лоу или кого-то из его окружения в Россию для передачи опыта введения бумажных денег в нашей стране. Правда, первая денежная эмиссия произошла у нас лишь только при императрице Екатерине II. Итак, итогом деловых путешествий Петра I стала денежная реформа, в результате которой Россия за достаточно короткий срок перешла на десятичный принцип денежного счета. Десятичную денежную систему правильнее было бы назвать сотиной, поскольку ее определяют два номинала, относящиеся к 100 и к 1. В России это рубль и копейка, денежные знаки других номиналов, например, 10 копеек, 5 рублей, 100 рублей и так далее, существуют лишь для удобства расчетов и привязаны к основным денежным единицам рублю и копейки, которые используются для того, чтобы выразить цену товара. До XVIII века на Руси гораздо чаще пользовались счетом на алтыны и деньги. К примеру, 20 копеек обозначали бы как 6 алтынов 4 деньги, 1 рубль мог бы превратиться в 33 алтыны и 2 деньги, ну а 1 рубль 20 копеек, например, в 40 алтынов. Чтобы унифицировать и упростить денежный счет, в 1721 году Петр I издал специальный указ, запретивший государственным учреждениям упоминать алтыны вообще. И вот в Европе вопрос о перестройке денежного хозяйства по русскому образцу, то есть на основе десятичного принципа, был поднят лишь в 40-х годах XVIII века. Один из сторонников этой идеи, датский математик Петер Иван Хавен, посетив нашу страну в 30-х годах XVIII столетия, он издал на нескольких европейских языках книгу «Путешествия в Россию», где указал, что только русская монетная система соответствует требованиям математики, а потому максимально облегчает денежный счет. На этом основании Хавен предложил, что и другие государства последуют примеру России, было такое предположение. И вот причем, по мнению датского математика, десятичному принципу должна была бы подчинена вся метрология, то есть единицы веса, длины, объемы и так далее. И действительно, к концу XVIII века пророчество Хавена начало сбываться. В 1792-м проект монетной системы, основанный на десятичном принципе, утвердил Национальный конгресс Соединенных Штатов. Итог появления доллара и цента, 1 к 100. В те же годы французская академия приступила к перестройке по десятичному принципу всей метрологии, в том числе и денежной системы. В результате в 1795-м были очеканены франк и сантим. Затем десятичная система денежных счетов завоевала и другие страны, где до этого господствовал принцип Таллера, который, как правило, основывался на доцентиментальном 12-кратном счете. Существовали монеты, равные третьей, шестой, двенадцатой, двадцать четвертой и далее вплоть до 360-й части Таллера. В конце концов, практически все страны перешли на десятичный принцип организации денежного хозяйства. Последнее это сделано в Великобритании, где до 1971 года самая крупная денежная единица, фунт стерлингов, состоял из 20 шиллингов или 240 пенни. Причем часто такой переход сопровождался сменой названий ключевых денежных единиц. А вот в России до сих пор используются древнесчетные счетно-денежные понятия. Рубль, гривенник, копейка остаются неизменными их соотношениями, которые отвечают десятичному принципу денежного счета. Вспомним, что слово рубль появилось еще в новогородских летописях XIV века, а копейка во времена Ивана Грозного. Уже тогда 100 копеек соответствовало насчетному рублю, то есть россыпи чешуек. А во времена царя Алексея Михайловича рублю целой монете. Однако лишь после денежной реформы Петра I целковый рубль прочно утвердился в денежной системе нашего государства. Как, впрочем, и копейка, которая до этого была всего-навсего вспомогательным номиналом, как уже было отмечено, куда более популярным алтынам и деньгам. И вот все это говорит о том, что в нашей стране десятичный принцип денежного счета складывался на протяжении столетий, а Петровские преобразования лишь подвели итоговую черту под естественным развитием самобытной русской денежной системы. И все же определенные заимствования западноевропейского опыта в Петровской денежной реформе прослеживается. Подготовка к ее проведению началась в конце 17 века, и, судя по всему, уже тогда определилась контура будущей денежной системы и более или менее четкий план предстоящих действий. Прежде всего, необходимо было создать встроенную монетную систему, основанную на господствующем положении рубля и копейки. Вес рубля решили установить на уровне западноевропейского Таллера, то есть около 28 грамм, содержание чистого серебра около 25 грамм. И это не случайно, ведь и Таллер в те годы времена занимал ведущее положение в международной торговле, поэтому приведение рубля к весовой норме Таллера должно было уравнять в правах основную денежную единицу России и крупные западноевропейские монеты на мировом рынке. Вот давайте, однако же, вспомним реформу Алексея Михайловича. Тогда правительство также планировало ввести в обращение серебряную рубль, соответствующую по содержанию серебра, западноевропейскому Таллеру. При этом вес серебряной копейки менять не стали, поэтому целковый рубль в середине 17 века по содержанию серебра, соответствовало всего-навсего 64 копейкам, а не 100. И вот оказавшись неполноценной, первой в истории нашего государства крупная монета не прижилась. Петр I решил эту проблему иначе. В 1698 он снизил содержание числе серебра в копейке до 0,25-0,26 грамма, при общей весе монеты до уровня 0,28 грамма. Теперь 100 копеек по весу соответствовали Таллеру и будущему рублю. Так была подготовлена почва для появления полноценных рублевых монет, которые начали чеканить в 1704 году. Однако было бы наивным полагать, что Петр I стремился исключительно к созданию монетной системы, согласующейся с требованием математики. Как и Алексей Михайлович, он преследовал прежде всего фискальные цели. Пополнение бюджета страны, непрекращающиеся войны, которые ввел Петр I, перевооружение армии, создание флота, строительство городов, каналов, гаваней, верфей, заводов, приглашение иностранных специалистов, учеба русских дворян за границей. Все это требовало огромного напряжения государственной казны и поиска новых источников его пополнения. Нерешению проблемы отчасти способствовало снижению веса серебряной копейки, высвободивший драгоценный металл для иных целей. Следующим шагом в этом направлении стал постепенный переход на чеканку всех мелких номиналов из меги и использование серебра для изготовления исключительно крупных монет. И здесь Петр I проявил большой такт, чтобы преодолеть вполне понятное недоверие народа к медной монете, ведь у многих в памяти сейчас оставались события времен медного бунта, а вот своими указами Петр сначала известил народ о появлении медной мелочи и гарантировал полное равенство меди и серебра перед казной. И лишь затем в 1700-м выпустил медную деньгу 1,2 копейки, медную полушку 1,4 копейки и медную полуполушку 1,8 копейки. В 1704-м появилась и медная копейка. Чтобы не вызвать недовольства в стране, все это время чеканились также и серебряные копейки, выпуск которой государство прекратило лишь в 1718 году, когда население уже привыкло к медным монетам. Вот еще одна проблема, которую Петр решил в ходе денежной реформы – переход от примитивной техники изготовления монет к более современным технологиям. При нем в России окончательно прекратили чеканить чешуйки, и в обращении утвердились монеты правильной круглой формы. Это повысило не только эстетические характеристики российских денег, но и их защищенность от фальшивомонетчиков. В указе от 5 февраля 1723 года читаем. Ворах, которые делают фальшивые деньги, за что он их казнят смертью, заливают горло, и будя такие заливающие горло, скоро не умрут, то отсечь для скорой смерти голову. Говорят, эта жестокая казнь для любителей легкой наживы, существующей на Руси с древнейших времен, продержалась до последних дней правления Петра I. А как еще надо было поступать великому реформатору, который изо дня в день улучшал российскую денежную систему, корректируя ее для пользы своих современников и потомков. Однако не только казнями император боролся с фальшивомонечеством. В годы его правления в России начали использовать новый технологический прием – гурчение. На ребре монеты стали наносить надписи, насечки, узоры. Ее края стали более высокими, что предотвращало быстрое стирание изображений и легенд. Все это не только увеличило срок жизни монет, но и свело на нет такой старинный метод жульничества, как обрезание или обтачивание серебряных монет. Это мы переняли у Исаака Ньютона. Гурт – это английское изобретение. Великий естествоиспытатель Исаак Ньютон подарил миру гуртовые монеты. В России первый гуртильный станок создал мастер Федор Алексеев. До нас дошли его пробные монеты с узорами или надписями на гурте «Московская копейка монетного денежного двора» или «Копейка монетного денежного двора 1710». За эту работу сам император именным указом увеличил Алексееву жалование. С 1718 года гурчение в монетных производствах России становится постоянным технологическим приемом. Вот такая у нас на сегодня тема. Ну что ж, есть над чем подумать. Какие-то мысли будут, пожалуйста, в комментариях. Обсудим, подумаем, поговорим. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok